Так, дорогие друзья, Ольга Васюкова, психолог-когнитивист. От звериного отродья к новому человеку, часть четвёртая. Так, начали время, таймер пошёл. Добрый день, дорогие друзья. Я попрошу не задавать мне никаких вопросов в конце, потому что 15 минут и так это очень мало. Иначе всё растянется. Значит, моя тема, которую я сегодня должна была, хотела осветить, это то, чем я занимаюсь в действительности. То есть я медитатор. Раньше я лечила всех образами, а потом, неожиданно, я уже это говорила, один из великих в Казахстане, ну как бы, не надо это, нормально меня видно, как бы послал меня на три буквы, и пришлось сделать перевод его слов, чтобы не обидеться на него окончательно и продолжать к нему ездить и понимать, чем я занимаюсь. Итак, вот на сегодняшний момент, что я поняла? Вот эта тема, которой я занимаюсь, мне, конечно, интересует Курчатовский институт. То есть воздействие на геном отдельно взятого носителя с помощью слова и образа к нему. То есть ученые сейчас часто используют такой вариант, когда они на ген, они ищут ген, я вот в прошлый раз это говорила, человека, который предрасположен к какому-то развитию, и на него воздействуют, расширяя его возможности. Так вот, я считаю, что это начальная стадия, которая не может дать результата. Почему? Потому что это только очень начальная стадия. Не задействуя весь геном, у нас ничего не получится. Пожалуйста, ребенка уберите, чтобы он не мешал. Ничего не обращать внимания. Нет, он не мешает. Мы на внешнюю камеру разорвали. Значит, посмотрите, пожалуйста. Значит, моя задача, что сделать? Постараться построить такую медитацию, которая бы смогла изменить способности человека. Но прежде всего отдельного человека, индивида отдельного. Как вот я была на встрече с одним товарищем, который получает информацию напрямую. Ну, вы знаете, таких много. Мы все с вами получаем информацию напрямую. Но ему можно задать вопрос и получить ответ. И он мне сказал, что работать на большую группу, тем, чем я занимаюсь, невозможно. Сегодня еще рано. Сегодня больше понятен Дарвин, чем генетика. Вот посмотрите, пожалуйста. Воздействие на геном отдельного взятого носителя с помощью слова. Что такое слово? Слово – это буквально слово. Это и программа, и образ к ней. Еще раз напоминаю. Библия – это великое послание. Там написано, что вначале было слово, слово было Бога, и слово было Бог. То есть, и что сделал Бог? И он отделил небо от земли и сказал, что это хорошо. И получился мир-2. Так вот, наша задача сегодня, я не знаю, кто это будет. Я прошу убрать ребенка, он мне мешает говорить. Он сбивает меня. Два. Тогда надо просто отключить звук. Не надо отключать звук, просто уберите ребенка. Зачем он рядом с вами сидит там? Нет, можно выключить звуки, чтобы только вот у Оли был звук, а вы свои выключите, пожалуйста. Тот, кто это самое. Ну, не надо, пусть, а то еще не получится, пусть как будет есть. Ладно, пусть мешает, значит, он нужен. Итак, слово – это программа. Программа, которая способна, используя образ, включить новое состояние у человека. Пока еще у отдельного человека. То есть, включить тот ген максимально расширенной возможности, которые задействованы будут через самотрансформацию. Через что? Через самого вот этого вот человека, в котором находится этот ген. То есть, сегодня, перейдя от Дарвина, мы должны все-таки задействовать современное учение. И вот посмотрите, пожалуйста, еще раз, генетика, генетика, она – это кислоты щелочи, да, но почему-то генетика изображается вот в таком виде на рисунках, да? То есть, вот такая, как бы, восьмерка, да, переворот и дальше движется. Причем, если правильно разобраться, я не знаю, куда нужно поставить. Саша, там, где камера, либо там, где я сижу. Саша, исчез. В общем, надо сделать так, чтобы вот одна сторона рабочая, которая плюс-минус включает нам понятия какие – осуждение, принятие, хорошо, плохо, добро, зло и другие качества человека, чтобы их отключить и включились новые качества, где у человека, что будут включены максимальные возможности. Я туда должна показывать, либо сюда. А сюда, а что ты мне это самое, на меня это развернул? Нормально, да? Да. Так вот, смотрите, еще раз, сегодня нет возможности включить ролик, поэтому посмотрите, пожалуйста, вот эта картинка, вот эта картинка, должна перейти вот в эту. Эта картинка, это новая программа, которая должна быть включена, она спит, видите, они все слиплись. И затем сегодня институт Курчатовский занимается чем? Он ищет людей, у которых включен определенный ген, и этот ген они начинают раскручивать. То есть остальные спят, а они ищут что? Индивидов отдельных. А нам надо сделать так, чтобы появилось такое состояние, когда все вот эти вот гены заработают в новом режиме. Когда, ну у меня эта ручка пишет, все точки, 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 все отделены друг от друга, единая частота, суть отсутствия всех частот, формирующих мир дуального видения, слипа и исключено. То есть более доходчивым языком, вот наше тело, оно состоит из органов. Органы состоят из клеток, а клетки состоят из первого элемента, то есть точек, которые если слипаются хоть две точки, все равно ты застрянешь в мире дуальности. Поэтому нужно создать такой образ, который отключит старую программу. И вот мы сейчас находимся вот в этой точке. Вот начало и конец. То есть мы сейчас в точке, где, как говорит ученый, он сказал так, что между реальностью и иллюзией существует равновесие. Надо взять себя в руки, убрав страх, используя только иллюзию. То есть образ, да, построить новое состояние, то, которое ты можешь. Но это не каждый может сделать. Поэтому вот сын Вехтеревы, Медведев, к сожалению, он сейчас уже не на своем посту, он сказал, что если вот найдется такой, ну как бы ученый-неученый, который способен обладать медитациями, то есть способностью медитировать, который может запустить процесс хотя бы в отдельном взятом носителе, то потом можно перейти в новый режим мира всем. Но для того, чтобы это понимать, ну что ж такое, ребят, ну ведь просьба же большая, никогда такого не было, чтобы такой хаос был. Каждый разговаривает как хочет. Посмотрите, пожалуйста, вот это работа солнца. Это солнце. Я вот сегодня, сейчас у меня нет этой картинки с собой, что такое солнце, как оно работает. Откуда у нас куча проблем? От того, что солнце дает нам не энергию жизни, оно нам дает энергию выживания. Оно берет энергию жизни от любого предмета, видимого, невидимого, от любого предмета Вселенной, и нам выдает энергию жизни, выживания. То есть одну частоту жизни, а остальные частоты нас разрушают. Вы представляете, если наука не дорастет до философии, когда мы первые, что мы должны понять, что как наука, так и философия, они не делаются человеком. Это делается через человека. Потому что человек это только форма машина, в которой сидит кто? Очень опытный, кто управляет этой машиной. Либо он работает в режиме 2, либо работает в режиме 1. И от нас это не зависит. Так вот нам, что сказали, есть такие Казначеев и Вернадский. Вы, наверное, знаете о них. Они строили новую сферу. И вот они что сказали? Если человек научится брать энергию жизни, минуя солнце, он перестанет болеть и страдать. Это же известно, сколько времени. Вы знаете, что еще со времен Гитлера уже известно, что человек это не совсем мыслит самостоятельно. А уж дальше сначала это были люди-маги, вроде как Гитлер, Сталин, Ленин. Они все получали информацию. Сегодня наша группа, все получают информацию. И каждый понимает, что ручка начинает писать. И вот получается, что нам нужно сделать? Запустить новую программу. Эта программа сначала рождается. Я просто образы даю, потому что я медитатор. Эта программа сначала рождается, как зачаток. Вот как это называется, этот листочек? Финик. Вот, пожалуйста. А затем эта программа начинает расти по образу и подобию нашего представления. Вообще все происходит в мире хлопком. И когда эта программа достигает уже нужного результата, то она каким-то образом запускается не только в человеке, но и в любой пылинке-соренке. И тогда появляется образ, здесь липа не исключено. То есть весь мир самодостаточный. А мы сегодня пока еще живем. Вот мы кто являемся. Смотрите, лисички хитрые, которые видят только себя. Вот я была на конференции 2006-й год и 2010-й. Собирались какие люди? Генетики, биологи, физики, химики, да? Уникальные люди, которые нас на приборах доказали, что вот эта форма, в которой находится то, что получает информацию, как компьютер с ней работает, да? А потом все разбежались. Нет ни одного, с кем можно было бы поговорить. Ребята, каждый начинает, продолжает отвечать только за свое. И интересуются только своим. Поэтому появляется уникальный образ. Вот когда я у Саши была последний раз, там лежало много игрушек, я зачем-то взяла. А потом мне ребята, с которыми я работаю, говорят, да посмотри, пожалуйста, у тебя же еще нажать можно сбоку. Смотрите, на что показывает эта рука, этот палец. Разберись внутри себя. Внутри себя работает программа 2, дуальность. Когда у тебя есть качество, которое нужно убрать. А снаружи уже новая система работает. Это как образ, потому что ни новой, ни старой системы вообще, по-моему, не существует. Так вот. Вот, значит, еще раз, вот эта картинка, да? Вот солнце, вот мы, каждый из нас, мы берем энергию выживания, где одна частица жизни, а выделяем мы, ругаемся мы, находимся в состоянии стресса, либо радости, либо покоя, мы выделяем всегда энергию жизни. И вот таким образом мы такие же дойные коровы для солнца, как и вся остальная система. Вот что это такое. И тогда появляются вот эти ученые, которые говорят, встань солнцем сам себе. Построй вселенную, образ, образ, через который ты сможешь набирать энергию, минуя солнце. Вы представляете? Я вообще, честно говоря, никогда в последнее время ни на что не настраиваюсь. Я просто выхожу из дома и спрашиваю, что говорить, разберешься, да? И вот когда я была, 10 минут, когда я была в Индии, это было очень давно, это первый мой заезд, там вот я вот, эта чаша гравия, она видите какая? Золотая. И вот это золото, если вы будете рассматривать как термин, то золото, с одной точки зрения, это богатство, а с другой стороны, это состояние мира, где максимально что? Сон. Система находится, она спит, система. Либо что там? Ну, через что должен быть произведен хлопок? Так вот это состояние золота и рождает что? Новую программу. Вот видите, что здесь у меня нарисовано? Рождается, во-первых, новое сердце, то есть частота его меняется, но это образы все. Вот новое сердце. Видите, что там внутри еще пустота есть? То есть сердце золотое рождает пустоту, а пустота уже рождает новое сердце. Дальше. Это сердце рождает новую программу. Посмотрите, пожалуйста, это серебряный ключик. Золото – это молчание, а серебро – это слово. Это все знают, кто занимается такими вещами вроде меня. И тогда он рождается. Новый человек, видите? Вот новый человек. Он какой? Он и руки, ноги, все у него есть, но через состояние хлопок, то есть пустота, он переходит в новый режим. В какой режим? Тело легкое, сознание ясное, спокойное, глаза открыты точкой, недвойственность, максимально развитая интуиция. И тогда получается, что вот она еще одна чаша. Видите, она уже серебряная. И вот когда, если разобраться в том, что говорит наука и философия вместе, еще раз обращаю внимание вас на эту картинку. Еще 4 минуты у меня есть. Картинку обратите внимание. Это нарисовал ученый. Ну, как бы, скажем, ученый, не ученый, но, скорее всего, это все-таки к науке. После моего выступления он нарисовал мне эту картинку. Смотрите. Когда у человека не было проблем, не было понятия Бог, не было ни Дарвина, ни Ольги Васюковой, да, ни нас с вами не было, но мы уже были запланированы в определенный момент появиться, что в этой аудитории, сегодня даже, то есть, когда я разобралась, я же еще и... У меня три образования фундаментальных, да, которые дополняют одно другое. Во-первых, мы слабо сгущены электрической энергии, электрические приборы и аппараты, да. То есть, если мы себя накачаем энергией, но не той энергией, которая идет от Солнца, а это другая энергия, которая питается Солнцем. Поэтому вот у меня есть вот это вот... Ну, это я им показывала, там у меня есть на ролике, если кто захочет, посмотрит. Вот. Нам от мира борьбы надо перейти к миру мир. То есть, перейти в состояние, когда у нас максимально расширенная интуиция, и ни один другому навредить не может. Так вот, уважаемые мои, получается, что... Что мы даже не знаем, что такое любовь, потому что любовь — это феромоны, которые управляют нами. Поэтому сейчас, когда время вот такое, когда мы... Ну, это нарушение равновесия, мы переходим вот к этому состоянию, когда зашкаливающее нарушение, да, с феромоны, да, которые что, заставляют нас сходиться, разводиться. И в результате что получается? Я иду на одну конференцию, не знаю, показываю вам или нет, и девочка рисует мне вот такой рисунок. Это называется лингам. То есть, это лингам — это то, через что происходит преобразование в Индии, такой есть образ. То есть, а сверху вот такая штучка, как вот это спермо... Это получается, ну, мужское начало, это женское начало, да? А здесь новая программа, плюс и минус хлопываются вместе, где не нужно делить на хорошо и плохо, и начинает формироваться новая программа. Какая программа? Единая неделимая целостность, недвойственность, где все точки отделены друг от друга, и проблемы ни у одного человека не может быть. Один даже с глаза голову схватился. А вот эта штука говорит, знаете о чем? Работай сам с собой. Не лезь на большие аудитории. Поэтому, почему я здесь выступаю? Да потому что... Еще одна минута. Да? Почему я перед вами выступаю? Потому что вы есть моя семья. На сегодня, можно сказать, нас не так уж много. И вот ясновидец, он и сказал, что не работай на многих. Они тебя не поймут, будет только ерунда. Разговаривай только с теми, которые говорят на твоем языке. А вот кто эти люди, кто на моем языке, я пока не знаю. Итак, последнее, да? Я хочу сказать, прежде чем говорить о переходе в новый режим и создании нужной медитации, мы должны понять, что такое слово термин. Если мы понимаем, что такое термин, как неоднозначность, когда мне сказали, термин, это же определенное название в какой-то науке. Нет, это один вариант. Залезьте в компьютер, и вы увидите, что в каждой науке одно и то же слово может разное обозначать. Так вот, нам необходимо что? Увидеть, что мы должны рассмотреть термин как неоднозначность. То есть вот меня зовут Ольга Васюкова, я и женщина, я и психолог, я и эколог, я и машиностроительные аппараты изучала, и исследователь, и специалист по обслуживанию технологий, и аналитик. А что такое аналитик? Это форма, в которой заложено представление о себе, что вот эта форма никакого отношения к мышлению и логике сравнению не имеет. Она просто машина, в которой находится что? Внутри и снаружи. Очень важное состояние, которое называется Вселенная, либо Бог саму себе, ну, Вселенная, да? У него очень много всяких названий. То, что создает все в этом мире. То есть это есть и как материя, так и иллюзия. Поэтому как мы есть, так и нас и нету. Если залезть поглубже, было бы у меня время другое, сейчас я уже заканчую просто. А поглубже, если залезть, вы бы просто удивились, насколько все сегодня воспринимается не так, как времена Дарвина. Поэтому Дарвин сегодня, ему надо сказать спасибо, его время закончилось. А дальше как пойдет? Саша нас настроит на новый лад. Обнимаю. Да, спасибо, дорогие друзья. Но если вопросы есть, Кольбе... Не надо никаких вопросов. А, говорят... Вопросов-то очень много. Значит, это же с пустого порожня. Сколько мы ни говорим, а никуда ни движемся. Я же сказала, у меня есть программа и есть образ к ней. Пожалуйста, если кто желает, я проведу семинар. И не надо повторять эту фразу. Вы вот тысячу раз повторяете одну и ту же фразу. Двигаться можно вперед, если есть новая программа и образ к нему. Надо уметь читать Библию, Корантору, Махабхарату и знать все науки, которые тебя настроят на противоположной. Так, дорогие друзья, все, спасибо.